Здесь, это историческое событие, это наш отпор оранжевой гадине. Я был свидетелем того, что было на Майдане в 2004 году. Я видел огромные толпы людей, хороших, добрых людей, ну как в гипнозе, с которыми невозможно было говорить на языке интеллекта. И поэтому, возможно, я сам бы оказался среди этих людей, если бы не моя мать. Огромное ей спасибо и низкий поклон. Которая взяла меня за руку и сказала, сынок, посмотри, этот Ющенко, это американский агент. Просто американский шпион. И я вам говорю, смотрите на этих ваших оранжевых деятелей. Это просто американская колонна, которая хочет сейчас развалить вашу страну, нашу родину общую. После оранжевой революции наша Украина была принесена в жертву к фанатичным националистическим идеям. Чуть не дошло до войны, до войны наших братских народов. Будущее должно принадлежать нам, простым людям, никаким не олигархам. И поэтому, да здравствует сверхмодерн, да здравствует красный проект. Ура, товарищи! Ура! Многие республики говорят нам, если Москва опамятуется, мы сразу воссоединимся. Понятно совершенно, что маленькие республики при угрупплении таком геополитическом, который сейчас происходит, просто окажутся проглачены другими. Что есть, какое место у Армении, кроме России? Турция, да? Османская империя, иранский холиват. Мы знаем, что только Москва проснется, только возникнет новая великая идея, только возникнет новая идея праведного царства. Мы все соберемся, соберемся добровольно. Украина, Белоруссия и вся страна. Да здравствует Советский Союз! Ура! Ура! Здравствуйте, товарищи, друзья! Я Анастасия Соборина, приветствую вас от Краснодарского края. Ура! От имени работников культуры и искусства, от имени узовских преподавателей я обвиняю нашу власть в том, что она разрушает нашу культуру, в том, что она отнимает у нас, у нашего народа высокие смыслы и высокие ценности. Я говорю, что мы здесь для того, чтобы вернуть себе нашу страну, вернуть себе высокие смыслы и истинные ценности, без которых наш народ задыхается, без которых он теряет смысл и радость жизни. Во имя нашего будущего, во имя нашего прошлого, во имя наших предков и наших потомков, мы должны вернуть себе свою страну, мы должны возродить нашу культуру, наши ценности, мы должны создать нашим детям будущее в самой справедливой стране на земле. Наша родина СССР, и она живет в наших сердцах. Да будет так! Да здравствует СССР 2.0! Да! 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 Отчаянные! Помните, что вы вместе! Когда окажется, что все почти безнадежно, помните, что почти, и что если вы вместе, то вы победите! Да здравствует победа! Ура! Ура! Здравствуйте, товарищи! Меня зовут Андрей Берсенев. Я приехал из Свердловска. Нас приехало 44 человека. Товарищи, мы собрались здесь в роковой час России Мы та новая сила, которая остановит перестройку 2 4 февраля на поклонной оранжевые потеряли монополию на улицу Сегодня они потеряли монополию на протест Нет перестройки 2 До величия России Наша великая любовь зажжет новое солнце Новый красный проект Мы явим новое великое слово миру Мы новый красный авангард Мы великая Россия Не случайно центральным символом российской истории является победа в великой войне Русский человек это великая победа За Россию, за весну человечества Ура! Ура! Из Свердловска приехало 4,44 человека И каждый чем-то пожертвовал, потому что приехать очень трудно И кажется, что никому нельзя требовать больших жертв А мы требуем Потому что если начнется заваруха Каждый должен собрать здесь еще 10 человек И из Свердловска должно приехать 500 Как бы трудно не было Не потому что хочется, чтобы было трудно А потому что если спасуем перед трудностью Потом будет не просто трудно А бесконечно трудно И уже нельзя будет ничего повернуть Спасуем перед трудностями? Нет! Нет! Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, дорогие соратники! Город Владимир и Владимирская область Приветствуют вас на этом альтернативном митинге Друзья мои, мне 28 лет И мое детство, оно началось в Советском Союзе И я помню Я помню это прекрасное, радостное и солнечное детство Я помню эти бесконечные игры с друзьями во дворе И я... Сейчас мой сын не может себе этого позволить Он не знает, что такое прогулки одному Он не знает, что такое дворовые друзья Он не знает, что такое запах хлеба, испеченного на костре с друзьями 20 лет назад наше общество постигло страшная катастрофа Мы отказались от высоких смыслов Мы отказались от устремленности в космос Мы выбрались к верну потребления, которое так противоречит нашей русской душе И в этом наша огромная трагедия Вы знаете, я родился на Западной Украине в городе Ивано-Франковске И мне очень больно то, что происходит там сейчас Что происходит на братской Украине Когда наш братский любимый народ Движимый кучкой предателей Отдаляется от России Когда в родных мне местах Я все реже слышу русскую речь и чувствую себя там иностранцем И ведь то же самое чувствуют миллионы наших соотечественников В наших других республиках Которые до сих пор считают себя гражданами СССР Товарищи, прошлого не вернуть Но это и ни к чему Сейчас нам надо думать о будущем Сейчас нам надо думать о том, как собирать И как возвращать себе нашу великую родину За СССР 2.0, товарищи! Ура! Ура! Когда вначале выходили на маевки Вы выходили по 5 человек Где-нибудь 100 лет назад По 5 человек, понимаете? И было ощущение абсолютно отчаянной ситуации Посмотрите, сколько вас Посмотрите, сколько уже сделано Осталось пройти еще 5-6 больших шагов И мы окажемся рядом с целью И с каждым шагом будет все труднее И с каждым шагом будет казаться, что трудности непреодолимы Преодолеем их вместе! Да или нет? Да! Товарищи, Арсен меня зовут Саратовская ячейка сути времени в Москве Ура! Я смотрю сейчас вот на это Красное море И думаю о том, что ведь все эти годы Мы жили с вами в государстве Сутью которого был антикоммунизм Да! Вы это помните? Да! И вот сегодня это Красное море Свидетельство того, что те мерзавцы Которые поливали грязью наше советское прошлое Проиграли! Да! Да! Потому что им никогда не понять, что такое наш коммунизм Им этого никогда не понять Наш коммунизм Это не сфера потребления, в которой они живут Наш коммунизм Это идеалы Идеалы, которыми жила И всегда развивалось наше государство Да! Это подвиги наших героев Во имя нашей страны Да! Это идеалы Любви к ближнему И сострадания Да! Это феномен нашего коммунизма И пусть утрутся Да! Да! Их преступление В том, что они построили свой успех На несчастье нашего народа Мы им этого никогда не простим Не забудем! Не простим! Не забудем! Не простим! Не забудем! Не простим! Вперед! В СССР! 2-0! Ура! Они правильно сейчас сказано Они уже исторически проиграли Потому что здесь собрались Теперь они должны проиграть политически Вы слышите меня? Они должны проиграть политически А для этого каждый из нас Должен стать еще в 10 раз сильнее Сможем? Да! Да! У вас в руках карточки Имя вы будете голосовать Но сейчас хоровое пение Я прошу на сцену тех Кто будет начинать это пение Опять мы будем Все вместе Ребята Выходите на сцену Смотрите карточки Смотрите карточки Давайте вместе Это называется Единый энергетический искусство Давайте вместе споем Так, чтобы наша историческая победа Стала превращаться в политическую Будем это делать вместе Юра, начинай Текст у вас в руках Если завтра война Если у нас нападет Если темная сила подоградет Как один человек Бессоветский народ За свободную родину встанет Как в небе леса и на море Наш первый могучий сурок Если завтра война Если завтра погод, мы сегодня походим в год. Если завтра война, если завтра погод, мы сегодня походим в год. Если завтра война, что придется страна, от Каштата, Неландии, Востока. Стал их гряд со страна, не всегда истинна, и врага разобьем мы жестоко. На земле и в салфе на море, на Штататке могучий вздох. Если завтра война, если завтра погод, мы сегодня походим в год. Если завтра война, если завтра погод, мы сегодня походим в год. Поведит самолет, за защиту бегет, за крахожут шерстские танки. И рекорды поют, и рекорды поют, и покажутся легкие танки. На земле и в салфе на море, на Штатке мы походим в год. Если завтра война, если завтра погод, мы сегодня походим в год. Если завтра война, если завтра погод, мы сегодня походим в год. Мы в войны не ходим, кто себя защитит, а в море укрепим мы не даром. И на праздничестве мы врага разгромим, а в кровью погодим в год. На земле и в салфе на море, на Штатке мы походим в год. Если завтра война, если завтра погод, мы сегодня походим в год. Если завтра война, если завтра погод, мы сегодня походим в год. Поднимайся, народ, забегайся в погод, барабаны сильней барабанте. Музыка вперед, закрывал и вперед, нашу песню победную в грязи. На земле и в салфе на море, на Штатке мы походим в год. Если завтра война, если завтра погод, мы сегодня походим в год. Если завтра война, если завтра погод, мы сегодня походим в год. Ура! Я зачитываю резолюцию нашего митинга. Спасибо. Мы, представители движения «Суть времени» и другие, представители политической оппозиции, пришедшие на альтернативный митинг третьей силы, заслушали отчет о выполнении резолюции предыдущего альтернативного митинга на Воробьево-гора. Мы в очередной раз заявляем о неприятии курса действующей власти и о том, что это в равной степени касается и Путина, и Медведева. Последняя в сложившейся ситуации особенно важна. Ибо устами у Дальцова, существенно влияющего сейчас на Курска ПРФ, был озвучен на встрече с президентом Медведевым новый политический идеал оппозиционных левых сил. Продление на два года власти президента Медведева, волшки Болотна и Сахарова, нацепившие на себя маски нон-конформизма. Наконец сняли эти маски, и мы увидели их двусмысленно царедворческие физиономии. В этой связи особенно важно заявить еще и еще раз о нашем фундаментальной оппозиционности, о нашем категорическом неприятии нынешнего политического курса. Об этом говорилось на Воробьево-горах. Об этом же руководитель в суте времени Сергей Курьянян сказал, открывая митинг на поклонной. В этом наш принцип, наш стержек. Мы не приемлем концепцию суверенитета, формулируемый Владимиром Путиным. Ибо эта концепция предполагает всего лишь попытку наилучшим и приемлемым образом переместиться в существующем мировом миропорядке. Мы же считаем это невозможным и неприемлемым. Мы продолжаем борьбу за изменение миропорядка, начатую нашими предками, говорившие о праведном царстве, о третьем Риме и продолженном большевиками. Мы говорим о своей верности мессианскому духу русского народа, понимая при этом русским так же, как их понимают американцы, которые в советскую эпоху нас всех называли Russian. Американские бомбы будут убивать нас, не вникая в нюансы русского вопроса. Итак, мы все заявляем о верности этому духу, о возможности и необходимости прокладывания новых путей для человечества, о том, что в нашем лице Россия от этого никогда не откажется, заявляя о таком стратегическом рассуждении с политикой нынешней власти. На это время мы подчеркиваем, что это не оправдывает для нас таких либо сговоров с силами, которые вообще отрицают российский северитель, силами, для которых нет уже понятия о национальной независимости. Ни в том, что касается слова «национальное», ни в том, что касается слова «независимость». Мы являемся принципиальными противниками политики Путина. И уж тем более Медведево, поскольку там речь идет о неприемлемой для нас перезагрузке и еще более неприемлемой десталинизации. В то время как Левак Удальцов влюбляет перед Медведевым по вопросу о продлении полномочий его императорского величества, антисоветчик Караганов, говоря о том же продлении тех же полномочий, настаивает на десталинизации и десталинизации, то есть на запрете коммунистического движения. Маски сорваны, господа! Карнавал подходит к концу, и мы это должны зафиксировать. Наше расхождение с внешней политикой не сводится к философским вопросам. Мы не приемлем оборонную реформу Свердюкова, образовательную реформу Курсенко, мы не приемлем политику в сфере здравоохранения ЖКХ, внутренних ценных энергоносителей, мы не приемлем промышленную политику, мы не приемлем экономический либерализм как таковой. Список наших принципиальных разногласий с политикой власти можно продолжить, но настойчиво и поставляленно заявляя о том, что мы являемся политическими противниками нынешнего курса и нынешней власти, противниками криминально-буржуазного развития вообще, сторонниками красного проекта и высоздания СССР мы твердо говорим о другом, о том, что есть политические противники, с которыми надо бороться, завоевывая поддержку народа. И есть враги, есть оранжевая мерзость, против которой народ надо поднимать на национально-освободительную борьбу. Мы никогда не будем ставить на одну доску противников и врагов. Сначала надо отбить общими усилиями наземное вторжение в его пока лишь оранжевом варианте, а потом надо будет бороться за СССР 2.0. И уже сейчас мы начинаем эту борьбу с теми, кто имеет иные представления о российском бытии. Такова была логика всех великих революций. Великая французская революция является примером именно такого национального патриотического подхода ко всем ключевым вопросам политической борьбы. Жерандицы и кабинцы непримиримо враждовали друг с другом. Не дай бог нам когда-нибудь столкнуться у себя с такой остроты вражды внутриполитических сил. Но даже враждуя подобным образом, они вместе отбивали атаки иноземцев, англичан и прусаков, а также атаки оранжевых роялистов, побежавших к англичанам и прусаков за помощью. В 20 веке антибольшевистские силы совершили непоправимую ошибку, обратившись за помощью кто к Антанте, а кто к Германии. Никогда нельзя повторять такие ошибки. Всегда следует помнить, что у любого политика есть один великий союзник, его народ, и один враг, иноземец, посягающий на национальную независимость. Оговорив данные принципиальные обстоятельства, мы далее хотим обратиться к тем, кого считаем не просто своими союзниками, а братьями. Мы хотим обратиться к коммунистам России. Мы восхищаемся мужеством всех тех, кто отстаивает свои коммунистические идеалы. Мы полностью разделяем эти идеалы, считая необходимым их решительное развитие в 21 веке. Но коммунистическое движение России всегда было коммунопатриотическим. В предвыборный период мы не хотим подвигаться одной из все удущих на выборы. Поэтому мы признаем право коммунистических сил на переход от коммунопатриотической стратегии к коммунолиберальной. Мы лишь фиксируем, что этот переход уже произошел и что он очевиден всем. Но если он произошел, то мы оставляем за собой право на формирование нового коммунопатриотического движения. Не разрывая с другими коммунистическими силами и движениями, мы считаем это необходимым и даже обязательным. Наступило время не просто объединения патриотов и коммунистов, но сумило время глубокого коммунопатриотического и идеологического синтеза. И мы беремся за осуществление этого великого дела. В этом смысле мы рассматриваем себя не только как третью, но и как новую силу. Здесь на площади собрались люди, не желавшие ранее заниматься профессиональной политикой. Назревающая великая общественная беда побуждает нас к этому. Мы знаем все, что если мы не переломим ситуацию, не будет будущего у наших детей и близких. Не будет России. Мы опозоримся перед нашими предками. И встретившись с ними, не сможем им смотреть в глаза. И поэтому мы говорим о том, что мы формируем новую силу, третью силу здесь, на этом митинге. Кто за эту резолюцию? Прошу поднять свой мандат. Ура! А теперь давайте начинать расходиться, пометуя о том, что вы вместе и что мы сейчас здесь сохраним память об этом чувстве вместе. И давайте вместе, без сопровождения, споем один лишь куплет той песни, которую сейчас пеем. Если завтра война, если завтра поход, если темная сила нагрянет, Как один человек и советский народ за свободную Родину станет. На земле, в небесах и на море, наш напев и могучий сурок. Если завтра война, если завтра поход, будь сегодня к походу готов. Вы готовы или нет? Да! Да! Объявляю митинг закрытым и предупреждаю всех, что ситуация может быть чрезвычайной, и от каждого из нас понадобится чрезвычайное усилие. Мы собрались всерьезно, надолго, мы будем крепить ряды, будем вместе, мы готовы к победе. Да или нет? Да! Да, понимаем. И с этим расходимся, сохраняя чувство этой нашей близости, этого нашего великого, идейного, боевого братства. Спасибо всем! Спасибо всем, кто помог этому состояться. Спасибо всем, кто приехал. Спасибо всем, кто завтра будет вместе с нами. Слава России! Слава России! Слава России! Расходимся! Жалко расходимся! Но когда-то, а? Помните! Помните сегодняшний день! 18.40? 18.40? Чисто! КОНЕЦ 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 КОНЕЦ